Деревня Русскинская Семинар, который собрал неравнодушных к судьбе традиционную культуру людей, организовала общественная организация коренных малочисленных народов Севера Сургутского района Ур-Ики на средства гранта губернатора Югры для поддержки гражданского общества. Деревня Русскинская изготовления необходимых для жизни предметов. Однако юганская мастерица Альбина Ярсмова показала более быстрый способ, что из соления шкуры можно просто вырывать клочками. Ровдуку коренные жители часто красили. Для этого использовали только природные материалы. Берется чага, потом берется лиственница, это все вместе заливается кипятком, вода выкипает, снова добавляешь, варишь, варишь, потом вода выкипает, снова... Коренные жители утверждают, что варить краску лучше на костре. Процесс долгий, но зато такая краска даже при длительном хранении не теряет своих свойств. Для трамаганских и пимских мастериц юганская ровдужная мозаика в новинку. На этой земле бытаёт мозаика меховая. Роднит же их четкий геометрический орнамент и зеркально расположенный по отношению друг к другу рисунок. Тёмная сторона, что белая, в орнаменте должны быть точности одинаковыми быть. Иначе эти пазлы, как сейчас мы их называли, не будут совпадать. Ровдужная мозаика – это высший пилотаж для каждой хантыской рукодельницы. Ведь для того, чтобы изделие выглядело аккуратно, стежки должны быть с очень маленьким шагом. Но и это ещё не все секреты. Главное в том, что сшивать ровдугу нужно не простыми нитками, а очень тонкими, сухожильными. Светлана Сингепова – единственная среди участник семинара-практикума, кто решил сшить нетрадиционную женскую сумочку для рукоделия – туча, где обычно держат игольницу, напёрсток, нитки, а чехол для телефона. Вот такие вот неделы, мозаики. И для меня это очень интересно. По итогам семинара-практикума организаторы планируют выпустить два методических пособия. Одно по технологии окрашивания ровдоги натуральными красителями, а второе по пошиву традиционной женской сумочки для рукоделия. Для всех, кому интересна наша культура, именно культура обских углов и восточных антро. Сохранению, развитию и популяризации традиционных народных художественных промыслов и ремесел коренных жителей в игре уделяется немало внимания. И подобные семинары-практикумы – ещё одна возможность передать традиционные знания новому поколению коренных жителей.